Давайте продолжим День Арнольда. По традиции уже установившийся День Арнольда наряду с приглашенным арнольдовским лектором выступает арнольдовский стипендиат и рассказывает о том, чем он, или в данном случае она, занимается. Нужно сказать, что арнольдовские стипендиаты выделяются даже на фоне наших очень сильных студентов и за получение арнольдовской стипендии всегда идет, я бы не сказал, борьба, но очень серьезная конкуренция и всегда есть несколько кандидатов, из которых ученому совету с большими трудами и спорами приходится выбирать. Помимо, собственно, самого стипендиата существенную роль всегда играет его научный руководитель, в данном случае это профессор нашего факультета Вадим Вологодский, что ясно, что роль научного руководителя тоже очень велика в заслугах стипендиата. Ну а теперь, Свет, я передаю вам слово. Спасибо большое, Сергей Константинович, спасибо большое организаторам. К сожалению, среди арнольдовских стипендиантов сложилась печальная традиция каждый год напоминать про Азата Мефтахова, который уже два с половиной года находится в тюрьме по абсурдному делу и которому в этом году был вынесен приговор на шесть лет заключения. Более того, в этом году еще приходится напоминать про студенческий журнал Докса, на который сейчас оказывается беспрецедентное давление. Докса всегда помогала студентам вышки, помогала студентам от фака, и сейчас нужна помощь ей. Ну хорошо, значит, я хотела рассказывать про поэтическое интегрирование на абелевых многообразиях. Ну давайте сначала вспомним про обычное интегрирование на гладких многообразиях. Пусть х это гладкое, компактное многообразие с ориентацией, ну скажем, размерности Д. Ну тогда, значит, как обычно у любой точки находится открытая окрестность с гомеомаркизмом в кусок РД. Здесь выбираются локальные координаты. Форма в ограничении на это открытое множество в локальных координатах записывается как функция умножить на стандартную. Ну и тогда интеграл по открытому куску определяется просто как интеграл по образу. Давайте сделаем это фи. Вот такой функции по стандартной форме. Ну если наложить условие, что функции переклейки должны сохранять ориентацию, то это не зависит от выбора координат и определяется объем на всем многообразии. Но оказывается, что можно опустить условие ориентированности, да и даже ориентированности, просто поставив вот здесь модуль. Тогда это тоже корректно определено, и при замене координат это умножается на модуль Никобиана, поэтому конструкция склеивается. Ну, значит, это общая мотивация, но мы будем работать не с гладкими многообразиями, а с логибраическими. И пусть, значит, k это локально компактное поле. Оказывается, что, значит, эта ситуация обобщается на локально компактные поля. Ну как на любой локально компактной группе здесь есть мера ХААРа, ну, которая, значит, определяется свойством, ну, в общем, следующим свойством. Ну, значит, отсюда у нас получается норма, то есть отображение из k в r больше и равно нуля, а именно мы можем рассмотреть для любого элемента поля значит, вот такую меру. Ну, поскольку на локально компактной группе мера ХААРа единственная с точностью до множителя, это определяет неотрицательное число, которое мы будем называть нормой А. А. Заметим, что норма мультипликативна. Вот. Ну и теперь пусть x проективное, гладкое, алгебраическое многообразие размерности d. Ну, вот АС или А? Там, что там? Это умножить. Да. Там плюс. Сейчас, где? Ну, вот АС. Да, значит, теперь x, проективное, гладкое, алгебраическое многообразие, размерности d. Давайте выберем на нем глобальную форму старшей степени. Ну, вот так я буду обозначать глобальное сечение расслоения омега d. Ну, значит, тогда можно рассмотреть k-точки, да, то есть x задается какими-то уравнениями в проективном пространстве, а это его решение с коэффициентами в k, ну, да, с координатами в k. Значит, ну, на этом есть топология, которая индуцирована с k. Ну, тогда, значит, по аналогии с предыдущим случаем у любой точки x от k мы можем найти открытую окрестность с открытую, уже в топологии индуцированной с k, с гомеомархизмом в открытый кусок каточек афинного пространства. Здесь тоже можно выбрать координаты, записать ограничения формы в этих координатах и тогда определить объем этого открытого множества, построенный по форме омега, как интеграл по образу нормы вот такой функции. Ну, и здесь по дартной мере. Оказывается, что это тоже не зависит от выбора координат, поэтому дает нам корректно определенный объем всех каточек. Ну, а также можно заметить, что каточки проективного пространства компактные, поэтому это меньше бесконечности. Вот, значит… Да, да, да. Эта конструкция имеет смысл для любого локального компактного поля, но, значит, мы будем работать с неархимедовыми локальными полями. Да, это такие локально компактные поля, у которых топология не дискретна, ну, локальными полями называют обычно те, у которых топология не дискретна, и неархимедовость, значит, что выполнено усиленное неравенство треугольника. Но на самом деле это условие равносильно тому, что норма любого натурального числа меньше или равна единице, ну, отсюда берется название, неархимедовое, потому что одна из аксиом Архимеда – это что норма натуральных чисел хотя бы единица. оказывается, что все такие поля можно описать, а именно, значит, это либо пеодические числа, которые обозначаются за купе, я напомню, что это пополнение q относительно нормы, ну, которая, значит, определяется следующим образом. Любое рациональное число мы можем записать в таком виде, где a и b взаимно просты с p, и тогда норма – это 1 делить на p в степени m. Ну, иначе про элементы qp можно думать как про такие формальные степенные ряды, но, значит, где аиты от 0 до p минус 1, но важно понимать, что qp не изоморфно также не Архимедовыми локальными полями является конечные расширения qp, и, значит, последний, так сказать, тип – это ряды лорана над конечным полем. Ну, можно проверить, что все эти поля действительно локально компактны, а именно, ну, в первом случае, значит, единичный шар – это просто zp, а zp – это пространство с нормой, а, значит, с метрикой, а также оно секвенциально компактно, а, значит, оно компактно. А также можно проверить, что на самом деле zp – это кольцо целых qp. Ну, и, соответственно, максимальный идеал в этом кольце порожден p, ну, и поле вычетов – это fp. В этом случае единичный шар – это ряды тайлора, ну, которые точно так же компактны, и это тоже оказывается кольцом целых. Ну, и здесь, соответственно, максимальный идеал порожден t, и поле вычетов – это просто fq. Ну, давайте теперь с этого момента я на неархимедовом локальном поле k выберу меру хуара с условием, что мера кольца целых равна единице, и зафиксирую, ну, как бы обозначение, что k у меня неархимедово-локальное поле, значит, ok – это его кольцо целых, m – это его максимальный идеал, и k маленькое – это его, ну, это фактор по максимальному идеалу по поле вычетов. Ну, значит, теперь у меня есть вопрос к аудитории, если мы зафиксировали меру хаара такую, что мера кольца целых – это единица, какая будет мера у максимального идеала? вот, спасибо. Да, один делительное количество элементов поле вычетов. Давайте порядок k я обозначу за q. Ну, хорошо. Значит, оказывается, что для неархимедовых локальных полей вычисление интегралов связано с вычислением точек на многообразии, а именно теорема, которая принадлежит Андре-Вейлю, гласит, что, значит, если у нас есть снова гладкое проективное алгебраическое многообразие размерности d. И давайте предположим, что у х есть гладкая модель над ОК. Ну, что я имею в виду, когда говорю эти слова? Ну, х задается уравнениями с коэффициентами в К, а гладкая модель, значит, которая будет обозначать х красивая, это что-то, что задается также в проективном пространстве уравнениями с коэффициентами ОК, так что, если я это рассмотрю как уравнение с коэффициентами в К, у меня получится х, и что по модулю максимального идеала это будет что-то гладкое. Значит, давайте в этом предположении выберем глобальную форму на этой модели и сделаем еще одно предположение, что она не зануляется нигде на х красивом, значит, тогда утверждается, что объем каточек многообразия по этой форме равен просто количеству точек со значениями в поле вычетов у модели делить на Q в степени размерной. А вот малыш-ширский, это малыш-типичная ситуация какая? Конечная, счетная, континуальная? Ну, это бесконечная в этих предположениях на поле. Да, ну хорошо, значит, давайте я объясню теорему, которая только что была сформулирована. Ну, значит, давайте заметим, что есть отображение из каточек х в к маленькой точке, ну, а именно просто любое решение как точку в проективном пространстве я могу домножить на какое-то число так, чтобы оно лежало бока и по модулю максимального идеала, чтобы не все коэффициенты были нули. Да, ну, как это, про это можно думать геометрически? Вот, например, если к – это ряды лорана, геометрически ряды лорана – это просто проколотый диск, да, ну, весь диск от ряды лора. Вот у меня есть какое-то многообразие над этим, вот есть специальный слой, и тогда любая точка – это такое сечение, и вот это отображение – это то, что вот такое прямое ставит в соответствие пересечения со специальным слоем. Я буду называть это отображение редукцией. Ну, это далеко не объективно, да, значит, через одну точку может проходить много сечений, но, значит, теперь можно заметить, что для доказательства теоремы нужно проверить, что объем в любой точке здесь, что объем ее прообраза равен q в степени минус d. Ну, давайте проверим. Да, да. Ну, понятно, что это все, что нам нужно проверить, да, тогда просто мы сложим по всем точкам, по всем точкам здесь, и получится ровно то равенство, которое мы хотим доказать. Вот, давайте выберем локальные координаты на х красивом в окрестности а, ну, так что в точке а они все равны нулю. Тогда форму в этих локальных координатах мы снова можем записать, выразить через стандартную, ну, условия, у нас есть условия, что она не зануляется, то есть f не зануляется, и оказывается, что эти координаты задают изоморфизм между вот этим множеством и вот таким множеством в k в степени d, здесь d раз. Ну, это не очевидно, но я не хочу это подробно сейчас проговаривать, но меру вот этого множества мы знаем, как мы посчитали меру максимального идеала, мера вот этого, это как раз-таки q в степени минус d. Вот. Поэтому мы получаем равенство, которое хотели. ну, прелесть этой теоремы в том, что мы можем, например, из многообразия выкинуть какое-то замкнутое множество, оказывается, что объем не поменяется, а, ну, соответственно, мы можем считать количество точек, ну, если дополнительная гибкость в подсчете количества точек. Ну, а именно, значит, такое замечание. Давайте я объясню, что объем это биррациональный инвариант пары многообразия и старшая форма на нем. Ну, значит, эти слова требуют какого-то дополнительного комментария, а именно, значит, пусть у нас x и y биррациональные заморфные многообразия, пусть phi это биррациональный изоморфизм, значит, это отображение продолжается до регулярного отображения на каком-то открытом, и я могу взять pullback, априори это будет форма только на u, но так как x проективно, то, значит, это отображение можно продолжить на самом деле до открытого множества, у которого коразмерность дополнения хотя бы 2, и значит, по теореме артокса, это нам определяет форму на y глобальную. Вот, ну и тогда утверждение о том, что объем это биррациональный вариант, это просто утверждение о том, что объем каточек x это объем каточек y построенный по pullback этой формы. Ну, как я уже сказала, это происходит, в общем, идея доказательства этого факта состоит в том, что если есть какое-то замкнутое подмогообразие в x, у которого размерность меньше, то множество его каточек имеет меру 0. Ну, в это достаточно легко поверить, это как с обычными мерами, если что-то задано уравнениями на плот, у него мера 0. Ну, давайте я не буду дальше это подробно комментировать, но из этого из теоремы и замечания можно извлечь такое следствие. колоби-яу. А именно если есть два гладких, проективных, биррационально-изоморфных многообразия колоби-яу, данным для меня колоби-яу в алгебраическом смысле, то есть просто, что старшая внешняя степень к укасательному расстоянию изоморфно-труктурному кучку тривиально. Тогда количество f-ку-точек у x и у y совпадают. Ну, значит, давайте применим теорему Вели предыдущие замечания. Ну, я буду применять это по многообразию x умножить на спектр рядов лорана, над рядами лорана, соответственно, y умножить на спектр от рядов лорана. Ну, они биррационально-изоморфны, так как x и y биррационально-изоморфны. Ну, значит, очевидно, у этих многообразиях есть гладкие модели над кольцом целых, а именно это просто x и y умножить на спектр кольца целых. А этот путь здесь выступает в качестве поля карматики, да? Ну, да, да. ну, соответственно, они тоже биррационально-изоморфны. Ну, для того, чтобы применить терему Вейлия, мне еще нужно найти незамыляющуюся форму на моделях, моделях. Но это просто обеспечивается тем, что на x, поскольку значит, старшая внешняя степень по касательным расслоения тривиально, на x есть нигде незамыляющаяся форма, которая просто соответствует единице, я буду обозначать омега-x. Ну, это мне дает незамыляющуюся форму глобальную на модели, которая тоже будет обозначать омега-x. Тогда так же, как и раньше, я могу рассмотреть ее pullback, так же, как мы проверили раньше, это оказывается формой на всем y. Ну, и так как y это тоже колобияу, то есть у y' старшая внешняя степень по касательному расслоению тривиально, это просто отличается от незамыляющейся формы на y, которая будет обозначать омега-y, на какую-то константу на элемент из кольца целых. Почему плодная форма не замылялась в негде? Ну, потому что она не замылялась на x на x и написали, как c умножить на незамыляющуюся форму, да, но априори c могло бы делиться там на p, то есть зануляться на специальном слое, слое, сетоконстанта. Вот, но можно проверить, что норма c равняется единице, просто потому, что у нас есть обратное отображение, да, это верфинальный изоморфизм, мы можем то же самое проделать в другую сторону, тогда у нас получится новая константа c штрих такая, что c на c штрих это единица, то есть c обратимо, а поэтому норма один. Вот, значит, тогда по предыдущему замечанию объем к точек, ну, f код t точек многообразия x штрих по незамыляющей форме омега x равен объему f код t точек y штрих по, значит, по b, да, а как мы выяснили, это то же самое, что незамыляющаяся форма омега y, ну, с точностью до константа нормы 1, которая не влияет. Ну, а по теореме Вейля вот это равно количество f ку точек y делить на q в степени размерность, ну, и это тоже равно количество f ку точек x делить на q в степени размерности. Ну, и таким образом мы получили равенство точек. Используя это следствие и гипотезы Вейля, Батарев доказал такую теорему. что если x и y комплексные, гладкие, проективные, биррациональные, многообразие коллаби-яу, то у них числа бэти совпадают. Ну, числа бэти, то есть разверности сингулярных гмологий. Ну, я не буду рассказывать докатательства, но любые. Да. 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 числа бэти 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 совпадают. Настоящее. Комплексные, значит, вещественные многообразия. Ну, как это делается? Ну, вот идея в том, что вот если, например, x и y задаются уравнениями с целыми коэффициентами, тогда из предыдущего следствия и гипотеза Вейля, ну, из предыдущего следствия следует, что количество точек, fp-точек для любого p совпадают, а дальше из гипотез Вейля получается, что числа бэти совпадают, ну, а дальше есть некоторое формальное следствие про то, как это делать для любых многообразий такого вида. Вот. Но это я не буду доказывать подробно. Ну, проектирование. Ну, проектирование. Ну, значит, я объяснила, что такое поэтическое интегрирование, а, собственно, вторая часть моего доклада главная про интегрирование на абелевых многообразиях, так что давайте я постараюсь быстро напомнить про абелевое многообразие. Ну, значит, определение. Ну, есть у нас поле k, будет любое. амелевое многообразие а, это связанная алгебраическая группа, которая проективна как многообразие. оказывается, оказывается, эта группа всегда коммутативна, что объясняет название, но давайте я сейчас это не буду доказывать. Главный пример, который будет нас интересовать, это группа пикара. А именно, значит, пусть у нас x снова гладкое проективное алгебраическое многообразие. Ну, давайте здесь предположим, что характеристика k равно 0 для простоты, и предположим, что на x есть хотя бы одна каточка. Ну, значит, давайте вспомним, что группа пикара обычная, это просто группа классов этаморфизмов линейных расслоений на x, а я хочу определить сейчас многообразие пикара, а именно я задам его универсальным свойством, что морфизмы в пикара от x это значит, вот такое, это расслоение на произведении, фактор по расслоениям, который приходит полбэком с расслоений на s. Ну, вообще интуитивно, да, хочется определить вот так, но это оказывается плохой конструкцией, потому что, например, для точки это дает неправильный ответ, поэтому нужно еще факторизовать афинная схема. Ну, да, да. Вот, тогда оказывается, что связанная компонента такого многообразия это абелево многообразие. но что здесь нужно проверять? Это действительно связанная алгебраическая группа, да, групповая структура задается просто тензорным умножением линейных расслоений, все, что нужно проверять, это проективность, но давайте я не буду это проверять, но зато вместо этого, значит, давайте что-нибудь поймем про это, да, определение очень абстрактное, но оказывается, что можно какие-то конкретные вещи понять, а именно, например, можно посчитать размерность этого многообразия. Связанная компонента. Да. Ну давайте проверим, что алгебра Ли этого авилевого многообразия пик-0 изоморф на первом когомологии иксадском центре в структурном пучке. Ну, для этого нам немножко понадобится теория схем, а именно, что алгебра Ли многообразия это просто ядро точек со значениями в дуальных числах, отображающимися в k-точке. Да, но в нашем случае, ну не в нашем, а поскольку дуальные числа это локальные алгебры, это то же самое, что пик-ар просто x умножить на спектр дуальных чисел отображения пик-ар x нам нужно вычислить такое ядро. Но, значит, заметим, что имеется вот такая точная последовательность. Экспоненциальная точная последовательность. Здесь функция отображается в 1 плюс эпсилон. Но поскольку как топологические пространства вот это совпадает с x, его структурный пучок можно отождествить с вот таким пучком. И поэтому, применяя длинную точную последовательность к этой короткой, можно получить такое. спектр вот такой алгебры. имеется вот такая длинная точная последовательность. Ну, легко увидеть, что вот этот кусок это короткая точная последовательность, поэтому первые когомологии действительно являются ядром, поэтому в характеристике ноль, значит, тогда мы можем заключить, что размерность многообразия Пикара это размерность первых когомологий. Вот. Но также нам еще очень потребуется двойственное Абелево многообразие. Ну, по определению двойственное Абелево многообразие к многообразию, к абелевому многообразию А это пик ноль от А. Ну, значит, также, как с конечномерными векторными пространствами, можно проверить, что многообразие Абелева изоморфно своему дважды двойственному. Да, ну, давайте проверим это на точках, а именно если, значит, есть точка Абелево многообразия, построим точку здесь, но что такое точка здесь? Это какое-то линейное расслоение на А' да, ну, давайте зададим линейное расслоение послойно, а что такое точки А' это линейное расслоение на А, значит, это расслоение на А' у которого слой в какой-то точке А' то есть в каком-то линейном расслоении на А это слой этого расслоения к точке А. Ну, значит, ну, главная теорема, которую я хочу сегодня рассказать, она про сравнение интегралов, да, объемов, абелевого многообразия и двойственного, ну, значит, чтобы у меня как-то сравнивать объемы, нужно сначала сравнить формы. Так что я сейчас построю канонический изоморфизм между глобальными формами на многообразии и на двойственном. Ну, значит, для того, чтобы это построить, сначала заметим, что касательное расслоение к А отождествляется просто двойственным к алгебре Ли, ну, а также, поскольку А проективно глобальные глобальные деты и формы отождествляются с детой внешней степенью алгебры Ли, поэтому из вот такого можно построить изоморфизм в значит, в такое, здесь мы использовали значит, то, что вот это изоморф, но вот это изоморфизм дальше значит, по определению то, что написано здесь это нулевые когмологии А двойственного с коэффициентами в детых формах, но то, что здесь написано это детая внешняя степень первых когмологий это значит одно из свойств абелевых многообразий, что внешняя степень первых внешняя детая степень первых когмологий вот здесь да это просто детая детая когмология ну а это как произведением отображается в детой когмологии детых форм а это по двойственной тессера отождествляется с к вот значит это невырожденное спаривание и это нам дает значит обещанный изоморфизм между глобальными формами на а и а двойственным ну а теперь значит мы можем сформулировать главную теорему сформулировать Значит, пусть k у нас снова не Архимедово, локальное поле, характеристики 0, то есть либо купе, либо конечное расширение купе. Значит, a это абелевое многообразие, а штрих это двойственное, их размерности это d, тогда для любой глобальной формы а объем каточек а построенный по выбранной форме это объем каточек а штрих построенный по образу этой формы относительно отображения КАН. Доказательства этой теоремы, я постараюсь успеть его рассказать, значит, оно сводится, главный шаг это такая лемма. Да, наша Вадима Вологодская. Значит, ключевая лемма, если есть два абелевых многообразия над КА, одинаковые размерности, размерности d, изогенные, я напомню, я напомню, что изогинея это селективный морфизм с конечным гидром, тогда для любой глобальной формы на А и любой глобальной формы на Б выполнено следующее равенство, это именно частные объемов А и А штрих равно частному объемов В и В штрих В двойственных Да, ну то есть мы хотим доказать, что каждое из этих чисел равно единице, но сейчас мы докажем, что это число, оно инвариантно относительно изогиней. Ну, давайте обсудим доказательства, это леммы. Ну, обозначим за M ядро этой изогинии. Да, имеется такая точная последовательность, потому что U сюрективна. Мы можем рассмотреть соответствующую последовательность на K-точках. Да, это здесь уже не обязанно быть сюрективным, но, значит, это, это отображение, это накрытие над образом, поэтому мы можем сравнить объемы A и объемы образа следующим образом. Ну, значит, теперь, ну, чтобы сделать правую часть больше похожей на часть того, что нам нужно, мы можем вот эту форму выразить через омега A. Ну, поскольку у нас все одномерно, мы можем это записать как константу, константу умножить на омега A, то есть это перепишется как норма C объема A по омеге A. Ну, теперь у нас есть двойственная изогиния, да, отображение, которое индуцировано пулбэком на линейных расслоениях. здесь, поэтому мы можем то же самое написать для двойственной изогинии. Нет, сейчас давайте, я извиняюсь. Прежде чем говорить про двойственную изогинию, левую часть здесь можно на самом деле выразить через объем B, а именно левую часть можно записать как вот такое частное, да, это отображение открыто, вот это компактно, поэтому код ядро конечное, и вот этот объем можно записать как объем B по омеге B поделить на ко ядро, ну, и это, как и раньше, равно C умножить на объем A. Давайте назовем это равенство первым. А почему это заинтегрирование, потому что в самом первом изограде это образ U от K, образ этого отображения. А им? Да, да, это им. А это не обязательно? Что? Не обязательно, да. Не обязательно, да. Это не обязательно все эффективно. Но утверждается, что несмотря на то, что это не селективно, мы все равно можем выразить B от K. Вот. Да, значит, ну теперь давайте напишем то же самое для двойственной изогенения. Где бы мне это написано? Давайте напишу вот здесь. Значит, есть двойственная изогения. Я буду за M' обозначать ядро двойственной изогения. Ну и тогда по тем же соображениям значит, мы смеется такое равенство. Порядок M' делить на порядок K' ядра умножить на объем здесь мы применяли значит, рассматривали омегу B. Здесь мы на A' будем рассматривать образ омеги A при отображении Кан. Ну и как и раньше значит, вот это равно объему B' по pullback омегу этой формы. Ну, теперь мы можем наоборот выразить омегу A через pullback омеги B, а именно омега A равно 1 делить на C pullback омеги B. то есть вот это равно 1 делить на норму C объем построенный по такой ужасной форме pullback кан снова pullback омеги B. Но оказывается, ну это просто из того, как двойственная Сера ведет себя по отношению к изогинеям, но я не буду это доказывать, что вот эта форма это на самом деле кан B омега B умножить на степень изогении, то есть правая часть это на самом деле на самом деле норма степени изогении делить на норму C умножить на объем B штрих кан B омеги B. Давайте назовем вот это равенство равенством 2. И теперь можно заметить, что в равенстве 1 и равенстве 2 с точностью до констанции содержатся все множители, которые нам нужны. Объем B по омеги B, объем A по омеги A, объем A штрих по образу, объем B штрих по кан B омеги B, значит, если мы их перемножим, нам остается только проверить, что константы, которые там стоят, они сокращаются. От чего? А? От А. нет, он не зависит от изогении, поэтому зависит от A и B. Да, а константы там стоят следующие. В левой части это порядок К точек М умножить на порядок К точек М штрих делить на порядок К ядра У от К умножить на порядок К ядра двойственные изогении, а справа, ну, нормы С сокращаются и остаются просто норма степени изогении. Вот, остается проверить такое. Ну, чтобы это проверить, давайте свяжем все множители слева с когмологиями Гула М. Ну, а именно порядок К точек М это просто порядок нулевых когмологии Гула М, ну, просто потому, что М от К это и есть нулевые когмологии. Оказывается, что ядро двойственные изогении Кортье двойственно М, то есть М штрих это просто хом из М кобар со звездочкой, а для значит, для карте двойственных модулей имеется значит, такой факт называется двойственность Тейта фуата ну каэто поле мультипликативная группа теорема Тейта фуата она говорит о том, что для конечных модулей есть когмологии только нулевые первые вторые и для нулевых первых и вторых есть следующая связь между Кортье двойственными модулями а именно есть невырожденное спаривание между итами когмологиями М и 2 минус итами когмологиями М штрих спаривание в Купа З совершенное Ну таким образом значит порядок М штрих от Х да то есть порядок нулевых когмологий М штрих он совпадает с порядком вторых когмологий М вот то есть мы проинтерпретировали числитель в терминах когмологии М давайте теперь проинтерпретируем знаменатель а именно значит нам нужно доказать что произведение порядков этих коядер это порядок первых когмологии ну мы хотим доказать что порядок первых когмологии М значит ну вот у нас была точная последовательность М в А в Б мы можем рассмотреть ее на К-бар точках на К-бар точках она уже будет останется точной и мы можем рассмотреть длинную точную последовательность когмологии ГЛУА да спасибо вот значит я напишу кусок длинной точной последовательности да значит есть отображение на любых когмологиях ну вместо первых трех членов я просто пишу коядро которое вкладывается в первые когмологии а это отображается в ядро следующего отображения ядро отображения из первых когмологий кобар точек а первые когмологии кобар точек б вот есть такая точная последовательность и чтобы связать произведение порядка в коядер с первыми когмологиями нам нужно только как-то связать вот это ядро с коядром двойственной из-за гении ну а это нам обеспечивает двойственность другая двойственность theta которая нам дает коммутативность такой диаграммы сейчас я объясню что здесь написано здесь галочка обозначает пантрягин двойственность то есть непрерывное отображение в куб z ну вот оказывается что вот эта стрелка между первыми когмологиями это пантрягин двойственная к двойственной из-за гении на к-точках вот значит поэтому вот это ядро переписывается как ядро вот такого отображения ну а это изоморфно по двойственности ко ядру ну точнее двойственному ко ядру такого отображения но здесь там вот эта пантрягин двойственность совершенно не мешает потому что порядок у двойственного такой же как у порядка ко ядра поэтому мы получаем что произведение порядков ко ядра у и ко ядра у штрих совпадает с порядком первых когмологий к с коэффициентами в m потому что вот с одной стороны один одно ко ядра с другой стороны другой ну это как я обозначаю когмологии глуа ну действительно это когмология группы глуа там ка барнат ка ну вот значит значит мы выразили то что здесь написано через когмологии давайте я обозначу это за звездочку равенство и это равенство переписывается как порядок нулевых когмологий m умножить на порядок вторых когмологий ну того же самого я не буду писать на порядок первых когмологий да такое называется эллеровой характеристикой да у нас других ну мультипликативные других когмологий у нас нету и еще одна теорема Тейта говорит что вот это это просто один делить на порядок модуля нет это просто порядок модуля ну то есть норма степени изогении и значит мы получили что все константы действительно сокращаются ну то есть когда мы доказали эту лему все что нам осталось проверить ну почти все это что абелево многообразие и двойственные изогенные да тогда мы получим что вот это отношение равно обратному к себе но поскольку они не отрицательны это значит что отношение равно единиц не отрицательны но не отрицательны не отрицательны Все время у меня не осталось на доске, но давайте я напомню. Мы доказывали, что если а это абелевое многообразие, тогда а штрих двойственная. Размерность а равна d, тогда для любой глобальной формы на а объем многообразия по этой форме равен объему двойственного по образу отображения КАН. Вот, значит, давайте построим изогинию между абелевым многообразием и двойственным. Для этого давайте на А выберем очень обильный дивизор. В качестве него можно просто взять А у нас проективные. В проективном пространстве можно выбрать общую гиперплоскость и пересечь А с ней, и в качестве дивизора взять вот это. Ну и тогда… Ну и нет. Вот, значит, построим отображение изогинию. Тогда следующим образом. Мы отправим точку А, мы отправим в точку А', то есть расслоение на А, которое соответствует вот такому дивизору. Ну, не должно быть очевидно, что это действительно изогиния, но оказывается, что это так. Давайте я не буду сейчас это доказывать. Вот, значит, давайте теперь применим лему к… к… ну, к А, к Б равно А двойственному, к… Значит, применим лему… Значит, в качестве А возьмем А, в качестве Б возьмем А', трих, в качестве формы на А, ну, возьмем форму на А из теоремы, а в качестве формы на Б возьмем образ при отображении Канн. Вот, ну, тогда получится, что объем А относительно Омеги А поделить на объем А штрих относительно Канн А Омеги А равен объему А штрих от Канн А Омеги А, Ну, можно проверить, что отображение Канн для многообразия, для двойственного – обратное. Я не буду сейчас это объяснять, но оказывается, что это так. Ну, и тогда получается ровно утверждение теоремы, что получается, что квадраты объемов равны, а раз они не отлицательны, то и объемы равны. Вот, значит, доказательства теоремы закончены. Вот это все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы говорим о традициях, то в математике есть такая традиция, что когда появляется какой-нибудь значительный… А вы куда уходите еще? Вопросы еще не задавали. В математике есть такая традиция, когда появляется какой-нибудь значительный результат, обязательно находится какой-нибудь человек или компания людей, которые там разрабатывают курс для того, чтобы этот результат объяснить. Вот. И вы такой семестровый курс нам приблизительно за час с небольшим преподнесли. И, надо сказать, довольно успешно. Я не ожидал, во всяком случае, что я так много из доклада пойму. Потому что у нас на днях Арнольда есть еще такая традиция, что всякий раз Арнольдовская лекция посвящена каким-нибудь простым и понятным вещам. А лекция Арнольдовского стипендиата является тяжелым испытанием для слушателей, и которым приходится не только напрягать, мобилизовывать все свои возможные знания, но и с печалью признавать, что этих знаний явно недостаточно для понимания того, что происходит. Но при этом есть надежда, что, значит, в своем развитии Арнольдовские стипендиаты в какой-то момент переходит в состояние Арнольдовских лекторов и начинает рассказывать простые вещи. Вот. Вопросы, пожалуйста, к докладчику. У фаического интегрирования или у этой теоремы? Ну и заугались. Ну, если я правильно понимаю, то там приложение совершенно фантастическое, Потому что, например, во всяком случае, некоторые когмологии, на стас-модуле, наверное, считают число точек в соответствии с моделью газа на полянах. Ну да. Вообще флотическое интегрирование возникает в абсолютно разных местах. Вот, например, фундаментальную лемму, за которую дали филсовскую медаль. Несколько лет назад была статья, где ее доказали с помощью фоадического интегрирования. Про конкретную теорему. Не знаю, честно говоря, насчет приложений, но она возникла, но вообще идея заниматься этим возникла из вопроса Максима Концевича, который был в том, что если есть, не обязательно Абелева, а вот есть два произвольно гладкие проективные многообразия над не Архимедовым локальным полем, и производные эквивалентные, то есть их ограниченные производные категории эквивалентных пучков эквивалентные, вот правда ли, что тогда объемы у них совпадают? Ну, там, да, там, значит, как сравниваются тогда формы, ну, в характеристике ноль можно, значит, из производных категорий, можно взять их гомологии Хокшильда и по теореме Хокшильда-Костанта-Розенберга получить изоморфизм на глобальных формах, ну, оказывается, что изоморфизм на глобальных формах можно получить в любой характеристике, ну, вот и сравниваются формы, но в общем, как бы, случай, да, который я сейчас сказала, вопрос очень сложный, да, ну, то есть вот с одной стороны есть депоэтическое интегрирование, какое-то вот геометрическое понятие, с другой стороны есть производная эквивалентность, какое-то категорное понятие и, ну, в общем-то, не очень понятно, как в общем случае решать, но теорема это в частный случай, да, многообразие двойственное, производное эквивалентное, ну, эта теорема на самом деле из нее не очень сложно, еще можно вывести, что для произвольных, производно-эквивалентных абелевых многообразий объемы совпадают. А, еще один вопрос, вот, все человек, которые делали в докладе, вот, возможно, здесь не будет проводить численные инструменты, камеры, а вы, вот, 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 как уравнение есть, посчитать отдельно депоэтические, что же и так, но все 20, 20, 20, 20, 20. Субтитры делал DimaTorzok это у меня такой вопрос я упустил момент который об этом многообразие представляющий собой компоненту многообразия для произвольных конечно нет пекар но это определение двойственного обед его многообразия а это это был какой пример двойственного ну Ну, правда, тяжело строить. Хорошо, есть ли еще вопросы? Спасибо. 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 Еще раз. Спасибо. Спасибо.